всех приветствую дорогие друзья все кто зашел на мой канал так я крашусь практически уже в процессе половину сделала крем тональный пудра ниже ресничку бальзам на губы тилок быстренько сегодня видео не хочу длинным потому что времени нету девчата хочу пока доделаю макияж немножко с вами поговорить сказать важную вещь особенно для тех кто хочет поработать с финансовой кармой что приближается скоро будет день он бывает один раз в году и есть тантрическая процедура которая делается в этот день которая дает рост улучшение материального благосостояния человека понимаете да то есть это и финансовая карма туда входит и другие материальные блага материального характера вот поэтому поэтому вот так ну давайте сначала макияжик потом я чуть-чуть об этом расскажу тут особо-то и рассказывать нечего я просто хотела сказать что скоро время приближается девчата и те кто меня уже знают и были у меня на консультациях и те кто не знают и хотят чуть-чуть хотя бы да со своей кармой финансовой поработать вы можете мне написать ну кто знает мой ватсап уже до мои старенькие клиенты скажем так которые брали раньше эту процедуру и которые те которые не брали но хотят я просто сейчас оповещаю что это время приближается это вы можете мне написать а вот я просто могу дать вам во первых рассчитать для вас это время на вашу местность где вы же не живете когда будет это время и соответственно саму процедуру что надо сделать очень все просто очень легко просто во вселенной скажем так в этот в это время будет вот это идти энергия которая способствует если человек это время правильно проводит делает эту процедуру арджуна поет девчата с индусиками не соскучишься то они готовят кушать свои эти блюда постоянно тут все у меня на кухне летает мне потом приводить все порядок то они поют то они танцуют какие забавные это вообще так то есть и просто в это время если вы проводите это время правильно как надо провести да и делаете одну маленькую вещь то это на вашем благосостоянии сказывается очень хорошую сторону то есть идет вот скажем так вот эта работа с финансовой кармой то есть одна это одна из таких процедур многочисленных вот направленная на это процедуры разных всяких можно много вот по работе с финансовой кармы по улучшению много материального благополучия это одна из них одна из них просто на раз в год бывает там не раз в месяц да или там еще когда она бывает раз в год только раз в год вот это время она вычисляется астрологически на ту местность где человек находится с этого часа до этого часа просто что-то надо правильно провести этот день и делать определенную вещь и все вот поэтому кто хочет девочки можете обратиться здесь нам в этой процедуре есть стоимость так уж как я всегда говорю знания на халяву раздавать нельзя я не имею на это право поэтому естественно у каждого знания есть своя цена вот так же какие во всем у всего в нашем мире есть своя цена поэтому кто хочет может обратиться это я так вкратце быстренько девчата сказала практически все так давайте девчата мы завершим макияжик что мы хотим я раньше хотела снимать но сначала одна клиентка позвонила потом другая там девушка тоже по поводу этого всего мне надо было ей давать ну месседж по поводу консультации там и так далее а вот а я же месседжи такие длинные даю все разъясняю поясняю объясняю то есть уделяю много времени людям с которыми я работаю или которые хотят посотрудничать с вами то я такая дотошная в этих всех вопросах все объясняю поясняю ввожу в курс тела чтобы человек понимал вообще что это зачем это почему это понимаете ну что это же знание о карме я же все-таки ведический астролог а вот это наука о карме и соответственно там много знаний очень глубоких очень сакральных очень много всяких нюансов все перри в общем понимаете девчата да вот и двумя словами так девчата я под бровкой нанесла тенюшечки девчата палеточка клео я вам показывала я недавно ее приобрела очень такая базовая классная палеточка вот этот оттеночек который здесь под бровки вообще он такой знаете очень приятный и нежный и цвет такой знаете слоновый цвет такого красивого шампанского как раз под бровку такой красивый нежный сатин ума все века можно да под бровку или подсветить уголочки как хайлайтер подойдет короче это крутая палеточка красотка и невзрачная прикольная мне очень нравится вот так под бровка я нанесла сейчас мы бровки оформим ну и вот сейчас он закончила наговаривать сообщение девочки и это думаю надо все равно же крашусь мы планируем выйти на улицу с мужем просто даже на улицу мы хотим пойти к нашим детям я же приготовила два ведра салата из морской капусты знаете девчата я сама делаю моей невестке нравится чтобы я сама делала они вот это покупная ламинария вот это морские водоросли морская капуста до которая называется ламинария сухая вот сын покупает супермаркете сухую и я это я просто пачка была в том году покупали короче я сделала салат получилось три литра на трехлитровую банку вот два литра хочу детям оттарабанить ну что Настя моя невестка очень его любит ну и Володя тоже ну и сын тоже да и я тоже сегодня покушала с гречкой этого салата такой чудесный салат девчата получился много вкусный такой остренький хотим оттарабанить этот салат как говорится повидаться вместе чайку копить обидаться обидаться пообщаться потому что у меня уже Арджуна тоже с утра бабе а мы пойдем на дачу я говорю пойдем надо сходить ну а на обратном пути естественно уже там по своим вопросам в магазин поэтому быстренько девчата то уже время тоже хотя тут нам недалеко 10 минут на маршруточке тем не менее вот так что будем делать ну давайте оформим складочку вот этим скажем так такую форму сделаем чуть-чуть с коррекцией вот короче салат надо отпереть и вот эту банку отпереть видите тоже детям потому что именно с этим продуктом будет делаться вот эта процедура потому что я естественно ее делаю а вот детей естественно своих я приобщаю к этим знаниям и они тоже когда у них есть желание как говорится и время или какие-то такие легкие процедуры они у меня тоже делают процедуры для изменения кармы в лучшую сторону и вот это вот этот продукт он нужен будет для вот этой процедуры о которой я сегодня сейчас вам говорю а вот поэтому девчата кто хочет можете написать мне там сегодня завтра послезавтра но пока есть время чтобы вам этот продукт найти прикупить и прикупить и уже с ним делать вот эту практику ну что процедура легкая но результат она свое дает только надо понимать девчата что прям таких чудес не бывает и карма быстро не меняется тем более если изначально карма карма по финансам у вас очень плохая то с одной процедуры вы миллиардером не станете вот и даже миллионером тоже вряд ли но если вы вот каждый год да будете это дело делать то как говорится с каждым годом ваш ваша финансовая карма будет улучшаться 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 и с каждым годом будет все лучше 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 ну что я уже неоднократно говорила сейчас повторюсь не надо верить когда вам обещают грубо говоря за один сеанс вот вы придите вот там на сеанс там там опять же да трахте бедох и все и у вас новая жизнь и все круто нет карма она быстро не переписывается быстро не меняется понимаете если было бы это так то за все свои деяния мы бы тут же моментально получали бы результат либо положительный либо отрицательный да потому что это закон кармы в каждом действии результат этого действия уже заложен то бишь если вы совершаете действие а вот там уже результат заложен и он обязательно будет тогда когда эта карма созреет и для результаты этой кармы сложится соответствующие обстоятельства понимаете поэтому так же само и с этой процедурой то есть если вы ее делаете то уже в этом году может быть улучшение там допустим зарплату повысят пусть на пять тысяч вам ее повысят но это тоже деньги это пять тысяч каждый месяц вы будете получать да дополнительно на вот или ну я так образно буду кому-то на десять повысят кому-то там на двадцать да или там муж начнет больше денежек давать или у вас может дополнительный заработок появиться понимаете то есть как-то финансовая карма она уже будет лучше лучше у вас проявляться в жизни понимаете вот я просто вам честно говорю как есть и плюс естественно говорю свой опыт вот у меня изначально финансовая карма очень плохая была ну от рождения очень плохая а вот ну я же особенно вот последние там ну лет двенадцать да я вот сейчас сидела тоже кстати так думала ну чтоб точно вот сколько вот я лет именно вот вот эти все знания которые я собирала изучала то все уже начала так практиковать и вот чтоб уже это ну где-то с двенадцатого года девчата где-то так именно вот уже какие-то практические действия начала делать не просто там выучила и сижу да а именно практика ну где-то вот двенадцать ну где-то двенадцать ну плюс некоторые действия делала и тогда я и не знала что так надо делать а чисто интуитивнее я это делала и как оказалось что там что вот это было для меня как раз таки вот нужной для моей судьбы процедурой да то есть вот ну что каждая такая процедура на изменение кармы она каждая дает вот свой процент улучшения то есть вот сделали что то раз уже в карме минус один процент плохой кармы что то вот это сделали плюс один процент хорошей кармы и так как говорится каплей за каплей каплей за каплей меняется карма понимаете вот в той сфере в той сфере ну смотря вы где что делаете вот и непосредственно вот эту процедуру раз в год я делаю сейчас вам скажу уже это я ее до индии сделала раз или два потом в индии четыре года то есть получается я где-то ну да получается шестой или седьмой раз то есть седьмой год я тоже буду это делать вот и ситуация лучше да я не миллиардер но это и невозможно только с одной такой маленькой процедуры да как бы уже там миллиардеры ну надо сказать я не стремлюсь к этим миллиардом конечно а вот самая личная как бы не стремлюсь то а вот но учитывая то что я не прилагаю огромных больших усилий да чтобы зарабатывать деньги они зарабатываются они зарабатываются нормально без особых препятствий трудностей и как говорится с удовольствием я делаю свою вот эту работу консультирую людей мне это нравится я это люблю то есть и вот как карма идет так она идет и с каждым годом как говорится да там больше людей скажем да поскольку заработок идёт вот консультирование ты появляется скажет в годом все больше 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 людей с разных городов с разных стран которые каким-либо образом обо мне узнают и записываются на консультацию то есть в моем моей карме в моем случае вот так идет улучшение да у вас может быть там другие пути способы да будут расширяться образовываться да для ну в плане финансовой кармы да как я уже сказала там могут премию выдавать муж может начать если там муж вас обеспечивает ну муж будет больше о вас заботиться а вот или у вас там какие-то вдруг появятся хорошие идеи для вашей работы для своего бизнеса которые впоследствии смогут монетизироваться да а вот плюс у вас если финансовая карма хорошая это же не только прибыль но это и умение сохранить скопить денежку ну что есть у людей финансовая карма очень хорошая чтобы получать деньги но очень плохая карма чтобы ее сохранить человек много получает но эти деньги у него разлетаются у него там допустим долгов каких-то много кармических и так далее только денежки получил кажется вот такая сумма и тут раз случается какое-то событие и человеку приходится эти деньги все отдать и в сухом остатке у него уже ничего не остается понимаете финансовая карма хорошая это не только умение там заработать получить а это еще умение не растратить не растрынкать не отдать на какие-то долговые ситуации там и так далее понимаете да вот и в этом тоже потому что я естественно встречала людей которые зарабатывают очень хорошо но у них на накопительных счетах нету ничего она говорит я не могу это все скопить я не могу у меня куда-то все улетает все а куда улетает машину разбила улетела там там платье порвалось да дорогущее пришлось новое там бежать покупать там там или там пришла в магазин там все по завышенным ценам захожу на следующий день в магазин там уже скидки стоят почему я не пришла когда в магазине были скидки на тот же самый товар тот же самый товар в итоге я купила в три дорога у меня была одна клиентка говорит почему говорит моя подружка всегда товары покупает со скидками очень хорошими а когда я прихожу и хочу купить тот же товар а он уже в три дорога то есть она понимаете такие траты понимаете да девочки вот вот так что такие дела а есть люди у них обычная зарплата там скажем так да ну они умудряются у них нет то есть у них обычная зарплата допустим да ну не особо там высокая но у них в силу хорошей кармы нету много расходов у них с экономикой все в порядке в голове да и они у них получается скопить копить копить вложить под проценты очень хорошие суммы денежек девчата понимаете именно все хватает понимаете девчата да поэтому хорошая финансовая карма и работа с ней это не только много получать но и уметь сохранять чтобы не было лишних расходов ненужных расходов понимаете да смотрите вот даже ну гороскоп да в гороскопе 4 дома ответственны за то через которые у человека могут забираться деньги то есть это так называемые дома долгов дома расходов таких 4 дома 4 бхавы понимаете и 4 бхавы ну это на санскрите да в простонародье говорят дома 4 благодаря которым человек может получать доходы если карма по этим домам хорошая понимаете да вот так есть вот практики которые работают с этим всем чтобы карма по этим домам улучшилась и чтобы расходов было меньше а доходов было больше и чтобы скапливалось а не терялось поняли да девчата вот так и вот это процедура одна из них одна из них простенькая легенькая ну тоже как говорится дает свой процент результата девочки у кого есть желание не пропустить этот день да и чуть-чуть скажем так внести свою лепту в свою же карму для своего же благополучия то найдите меня напишите скажите вот я хочу вот скажем так дам передам вам это знание сделайте эту процедуру на следующий год я также естественно смогу сделать да как бы объявление пусть даже так через видео что это время приближается для вас лично на вашу местность посчитать время вы заплатите за расчет только этого времени а с процедурой вы будете знакомы и вы уже будете ее сами там делать понимаете да то есть те люди которые у меня каждый год уже делают эту процедуру ну они первый раз когда ее брали они платили естественно и за время которое я посчитала да первый раз когда они делали и за саму вот эту процедуру за знание да этой процедуры а уже на последующие года они платят только расчет времени чтобы я им время посчитала для этого для этого для этого вот ну что один человек у меня за границей один там один на севере один на юге один в другой стране ну понимаете да и для каждого разная местность а у нас же на разную местность разное ну как бы положение там вот этих всех небесных светил и так далее ну понимаете да девочки вот 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 как я даю сейчас тоже время считают для одевания новой одежды одному человеку я считаю на Дубаи потому что он живет в Дубае другому человеку я считаю на Москву третьему человеку я считаю на Сибири он меня в Сибири живет четвертому человеку я считаю он там у меня на юге в Сочи живет ну понимаете да то есть вот потому что это время ну в разной местности оно начинается в разное время в разное время заканчивается и вот для каждого мне надо посчитать ну расчеты вот эти астрологические понимаете да поэтому девчата кто хочет кажется добро пожаловать а кто не хочет ну это ваш выбор я не принуждаю но как раз я хочу сказать что просто сидеть и надеяться что а вдруг моя судьба изменится и все будет хорошо то хочу сказать что вдруг бывает только пук а вот есть судьба она уже записана краску человека и если человек ее не меняет то она так и будет вот всю жизнь вот те обстоятельства жизни в которых вы жили 40 лет они так и будут но бывает судьба меняется после другой период пришел но опять же это судьба но как правило у большинства людей она не всегда меняется в лучшую сторону почему калиюга минимум 75 процентов кармы черная карма поэтому зачастую она меняется в худшую сторону тем более учитывая да что с каждым годом чем старше становится человек тем больше выходит негативной кармы у человека они позитивные понимаете это тоже такой закон кармы с годом с каждым годом мире что ты там стучишь я видел пишу сейчас я скоро уже запишу пойдем и там готовься ладно это это закон кармы что с возрастом с каждым годом больше выходит негативной кармы болячек больше начинает проявляться деменция шизофрения у кого что кто там себе наработал кто там что себе наработал девочки вот поэтому чтобы жизнь с каждым годом улучшалась и меньше выходила плохой кармы а больше хорошие да и плюс на следующие воплощение сделать более лучшие задел надо вот соответственно своей кармы так я тут такую коррекцию девчата сделала вот так вот этой палеточкой потому что здесь такие натуральные оттеночки девчата видите да чтобы коррекцию там углубить складочку хотя я хочу сделать зелененький макияжик вот ну как для дневного макияжа даже хорошо зеленюшки тенюшки у меня одни есть живанши вот такой хаки оттеночек от живанши есть красивая коробочка одни есть вот зеленые тенюхи кремовые так а что такое это вот ревлон они такие видите более холодный оттенок там более цепый не знаю эти сделать что ли а то люди живут как попала всю жизнь ну как-то живут к старости видели особенно после 40 лет как начинает людей накрывать у как начинает накрывать и психологическое состояние и физическое состояние и какие-то события в жизни и кардинальные перемены в жизни потому что периоды сменяются и когда сменяются периоды естественно бывают перемены ну зачастую в худшую сторону или вроде бы для начала так неплохо казалось бы то ой там замуж вышла замуж вышла расцвела через год завяло да на вот то есть вот так вот поэтому а люди либо ищут виноватых естественно если я не виноват то почему я должен со своей кармой работая есть человек понимает что это я это моя карма я я источник до всего что со мной происходит вот а то люди говорят я не верю во все это судьба человека в его руках да вот он этими руками тайно делал но когда происходит проблема и говорят нет это не я это вот васька петька там машка танька виноваты так опять же вопрос твоя судьба в чьих руках в их руках или в твоих руках до девчата вот тоже игры вот ум человека какой хитрый все что хорошее приятное я принимаю это я а то что мне не нравится и приятно нет это не я это танька васька петька валька до девчата то что что да они хозяева что ли вашей судьбы они себе вам такую судьбу наделали а вот тем более у нас же реализуется и происходит сейчас судьба которую мы с прошлых воплощений наделали просто сейчас мы это проживаем потому что на этот период на это рождение мы взяли определенный багаж этой кармы который и этот багаж карман подходит под данное время чтобы эта карма реализовалась понимаете да чтобы вы отгребли по полной программе вот авталиюгу повторюсь в очередной раз реализуется минимум 75 процентов черной кармы то бишь неблагоприятной поэтому с таким процентом с таким процентом сидеть и надеяться на лучшее ну девчата это надо быть тогда просто очень глупым и абсолютно не дальновидным человеком понимаете да как можно иметь 75 процентов негативной кармы минимум должна реализоваться на данное воплощение но сидеть при этом мечтать что все будет хорошо и при этом мы видим что с каждым годом абсолютно на всех континентах земли на земле с каждым годом ситуация жизни да и вообще к судьбы людей все только хуже хуже и хуже там война там война там кризис финансов все хуже и хуже хуже мы при этом все сидят иметь и мечтают о кренделях небесных но это же очевидно что с каждым годом жизнь на земле только ухудшается аль-югу по-другому быть не может в кали-югу сегодняшний день хуже чем вчера но лучше чем будет завтра понимаете и с возраст то есть с возрастом больше негативной кармы входит и в целом карма на земле сейчас на 75 процентов она хреновая черная понимаете там даже белой нету кали-югу есть только черная карма и серая черная это все плохо а серая начинается хорошо заканчивается плохо нету белой кармы понимаете нету но люди вот сидят и все равно вот ждут вот этих кренделей понимаете девочки да поэтому я лично при любом удобном случае когда хорошее время для каких-либо процедур работе с кармой то есть я нахожу эти знания я изучаю эти знания я применяю эти знания естественно игру последние 12 лет это точно касаемо разных сфер жизни и по родовой и по этому поэтому ну что процедур этих разных всяких много одни направлены на это на эту сферу жизни одну на эти одни на эти специальные дни для этого существуют ну слава богу я строго я сама естественно могу это эти дни вычислять и так далее ну а с теми людьми с которыми я работаю веду работаю до курирую в этом плане которые вот ну конечно же я им вычисляю вот и сейчас тоже решила вам скажем так оповестить что приближается время и в силу того что эта процедура очень легкая очень легкой то я решила сказать об этом времени если вдруг кто-то захочет так сказать потому что особой подготовки не надо для этой процедуре просто надо минимальное сделать движение до со своей там санкальпой и так далее вот просто озвучить свое намерение правильно озвучить как положено его озвучивать когда человек делает какую-то такую да практику для изменения ну я вам уже говорила да что даже если вы просто хотите почитать молитву перед этим перед чтением молитвы и в конце надо правильно произнести свое мерение в котором надо сообщить так сказать высшим силам кто вы что вы что вы планируете делать зачем там да и каково ваше намерение то есть чего вы хотите достичь благодаря данной практике да если вы там допустим просто молитвы читаете или там еще что-то чтобы получить максимально от этого результат вот там должно быть правильное скажем так обращение высшим силам правильное во-первых обращение правильно состроенное намерение намерение свое да да которым надо указывать 7 7 координат своего рождения и местности где вы находитесь это обязательное условие когда человек работает с кармой ну и делает всякие такие процедуры так понимаете да девчата вот как у меня будет смоки практически смоки девчата да такой холодный изумрудный холодный изумрудный актинок так так сейчас мы вырисовываем стрелочку чуть-чуть ниже ресничку апельсюм здесь и и и где моя это для стрелочки так ведь мы сюда протянули эту сюда протянули а потом и вверх и и и и и и и и и губы чешутся уже весна на подходе на девочки уже так с каждым днем все теплее и теплее и простите за молчание для ювелирная работа со стрелочками как всегда не люблю торопиться девчата ну просто сегодня с утра с одной клиенткой два часа потом с другой девочкой тем бывает потом пока обед приготовили с ардюной уже меня ждет ждет дэби ты быстро бэйби ты скоро я да 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 и покраситься хочется не просто там знаете быстро чик 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 что-нибудь а хочется как-то вот чего-нибудь так покрасивше сделать так насладиться процессом что всегда в попыхах краситься там за пять минут но тоже так не люблю хочется подольше посидеть перед зеркалом так красим реснички давайте я реснички без вас накрашу ладно чтобы время тушь тач классная так дорогие мои губы накрасила ресницы тоже немножечко бронзера физишин формула нисколько для бронзера сколько для запаха ореганы вот потом нанесем румяшечки и все будем заканчивать видео девчата что игры сегодня нету много времени сидеть меня там уже джона ждет уже елся обулся сидит ждет меня там вот мне хочется прогуляться мы вчера не выходили гулять ну что вечером была консультация три часа три часа длилась шести до девяти вечера и не получилось у нас выйти воздухом подышать погулять сегодня прям хочется тем более погода хорошая теплым вот что у меня уже тоже когда так ну работаешь и ну психика интеллектом потом хочется просто узнать и вот на свежий воздух чтобы весь этот груз все вот это да ну как проветриться грубо говоря скинуть отдать ну что естественно люди не приходят с радостью на консультацию как правило прибегают когда уже там их проблемы накрывают нет чтобы раньше прийти девчата вообще надо раньше приходить когда у вас все хорошо на консультацию опять же к строгу надо идти когда у вас еще ну как все хорошо все хорошо не бывает в холи-югу но как-то более-менее спокойный нормальный период ну что если он сейчас более-менее спокойный нормальный период сто процентов дальше может быть что-то плохое надо идти когда у вас более-менее все спокойно все нормально денюжка есть на консультацию здоровье да чтобы дойти там дозвониться до астролога то есть чтобы дальше посмотреть а что будет дальше с чем мы не надо сейчас поработать чтобы то плохое что будет дальше чтобы она не случилось надо же быть проактивным понимаете на не надо ждать болячку надо заниматься терапией чтобы это болячка не не произошла и чтобы не превратилась в хроническую форму понимаете и судьбой тоже так же надо сухой судьбой заниматься всегда и быть проактивным вот ними то есть наперед заглядывать а что там завтра что в следующем году в следующем году что какой период будет у меня идти какой период что он мне выдаст что моя карма мне выдаст к чему мне быть готовым что мне поделать чтобы то плохое которое должно быть чтобы сейчас его снивелировать нейтрализовать убрать вот этими практиками понимаете сжечь грубо говоря вот эту плохую карму а люди сидят ждут и потом уже три звонят прибегают когда уже разрушилась все ужасно с мужем уже расстались с детьми уже там проблема уже не возврата нету да там или там болячка уже в хроническом состоянии там уже когда обнищали просто в конец и нету денежек за консультацию нету и что я должна за это платить нет человек же сам платит за свое не астролог же должен за него расплачиваться ну понимаете да то есть чата не надо ждать люди сидят ждут а почему сидят жду потому что надеется на лучшее девчата надежду надо убить знаете как вот я даже недавно читала что надежда даже может свести человека с ума благодаря надежды люди потом такие отчаяния колоссальная в жизни испытываешь они сидели надеялись на лучшее новый год всем желаем счастья но вы мы надеемся в новом году будет все хорошо с чего вдруг с чего если карма 75 процентов негативно с чего вдруг будет хорошо сидят надеяться потом год прошел отчаяния блин ведем они и в этом году я замуж не вышла и в этом готов я детей не родила и в этом году у меня работы нету денег нету там здоровья нету а ты думал она будет с чего она появится moon чего здесь этого в карме нету его и в жизни не будет наша жизнь есть отражение нашей кармы то что есть будет в жизни вот только то что есть в карме А будет, повторюсь, минимум 75% черного, негативного. Понимаете? Плохое здоровье. Плохие отношения с мужем. С детьми. Потери бизнеса, работы. Ну и т.д. и т.п. Понимаете, девчата? И чего сидеть надеяться? Я говорю, я сейчас не призываю, чтобы все сейчас подскочили, побежали на консультации ко мне или к другим острогам. Я вам в общем сейчас описываю вот это состояние нашего такого ума невежественного, который сидит и на что-то надеется. Ну не будет, девчата, понимаете? Вы же, взрослая же, аудитория меня смотрит. Да, вот вспомните, 20 лет назад, 30 лет назад вы же на что-то надеялись, что что-то изменится? Вопрос. Изменилось? Нет. Но если за 20 лет, за 30 лет не изменилось, вы думаете, дальше что-то изменится? Нет. Вы же видите, с каждым годом все хуже и хуже. Нет, сидят надеяться. Ну, надеяться это воля каждого человека. Просто я к тому, что лучше не надо надеяться. Хотя бы не надо тогда надеяться, чтобы не было потом грустно, больно от того, что не сбылось. Понимаете? Чтоб не было вот этих разочарований. Потому что именно потом разочарование, именно разочарование, это один из компонентов, который нужен, чтобы была болячка какая-либо. Девчата, у меня эта пудра моя закончилась. Буховочку я оставила и сюда я прицепила вот это, девчата. Помните, я покупала палетку, там 4 вот таких рефила, ну, в разном исполнении. Я один рефил достала и положила сюда, девочки. Потому что коробка вот эта огромная, ее неудобно держать в косметичке, а вот эта прикольно. Видите, такие это. Я вот так вот тихо закрываю и у меня в косметичке. Вот так вот. Это такие типы румяна вместе с хайлайтером. То есть такое вот. Но космос, это наше все. Особенно для астролога, да, девчата, и хайлайтер из космоса, чтобы было видно тоже. Тоже это наше все. Так, что-то я тут напутилась с этим бронзером. Сейчас немножко надо будет убрать. Переборщила, походу. Вот так, девчата. Надо быть проактивным. Вы же на термометр смотрите, когда, допустим, завтра вам надо идти на работу. Завтра вы вечером смотрите. Так, завтра какая у нас погода? Брать зонтик, не брать зонтик. Одевать плащ, не одевать плащ. Это то же самое. Посмотреть, какая судьба на завтра. Чтобы к ней подготовиться. Понимаете? Это разумно. Разумно, без иллюзий. Трезво смотреть на свою судьбу, на себя. А то потом что-то в жизни случается, и люди так удивляются. Ой, а что это у меня такое случилось? То есть, как, почему? В судьбе написано уже, еще при твоем рождении, с первого дня твоего рождения, у тебя есть гороскоп, там написано, что в 20 лет у тебя будет вот это, там в 30 лет вот это. Как так у меня такое произошло? Ну как так? Вот так. Ну что, это уже записано. А если ты не хочешь, чтобы произошло, надо с этим, как говорится, поработать. Специальными практиками, чтобы эту негативную карму убрать, нейтрализовать, трансформировать в лучшее. Понимаете? Ну так, чуть-чуть скрасили, чтобы не так сильно было. Да, девчата? Раньше, когда ребенок рождался, ну, во-первых, он рождался, когда должен был родиться, уже приглашали астролога. Ну, то есть, человека, который обладал этим незнанием, приглашали. Он, и он стоял там непосредственно, смотрел, когда ребенок рождается, он, во-первых, засекал точное время. Он стоял с этими часами там, он засекал точное время. Он смотрел, какие в этот момент происходят нимиты, то бишь знаки. Это тоже важно. Он матери, там, отцу говорил, что благоприятно сделать сейчас в первые минуты рождения, что неблагоприятно. То есть, понимаете, чтобы... Вот. И уже с первых дней, естественно, он делал расчет гороскопа. И родителям говорил, что вот у вас родился вот такой ребенок, у него вот это, вот это, вот это, это для него благоприятно, это для него неблагоприятно. Вот. Там ему надо учиться, здесь у него вот карма по работе, жена у него такая, это такая, там, в такое-то... Ну, то есть, понимаете, вот давал это, здесь у него плохое, надо вот сделать вот такую процедуру, там, ягью, пуджу, там, вот эту практику, там, ну, да, чтобы эту карму негативную убрать. Здесь у него вот это, здесь вот это, здесь у него благочестия не хватает, надо наработать, надо вот это, вот это подделать, понимаете? Так, вот и все. Так, ну все, девчата, я это, накрасилась. Хороша Маша, да? Все, девчата, всех благодарю за внимание, стареньких, новеньких, все, кто будет меня смотреть, вот. Как говорится, меняйте себя, и мир вокруг вас изменится, вот. Будьте благоразумными, не плавайте в иллюзиях, в надеждах, потому что эти иллюзии, надежды обернутся потом только против вас. Понимаете? Наш ум, ум так играет с нами, чтобы нас потом же и долбануть, понимаете? Вот. Ищите знания, я говорю, будьте разумными. Поняли, да, мою мысль? Вот. Все, всем всего доброго, до новых встреч в эфире. В инфобоксе у меня есть мои координаты, как меня найти, ВК, Дзен, туда тоже я видео выкладываю, в Телеграме, кто хочет, да, там, на консультации, или вот эту только практику, допустим, получить. Добро пожаловать. Всем буду рада. Всем отвечаю. Если полдня, день не отвечаю на ваш месседж, девчата, значит, просто занята. Просто занята. Ну, как только освобождаюсь, я все читаю, и, соответственно, отвечаю на все месседжи, которые мне приходят в ВКонтакте, там, в Телеграме, или там, на почту. Вот. Поэтому я всем отвечаю. Ну, кто мне писал, те знают, что я всем ответила, причем так, в развернутом виде. Кому-то быстро, кому-то там, через сутки. Но отвечаю. Ну, я говорю, если я долго не отвечаю, значит, занята, очень занята, у меня нету времени. А вот. Ну, что, если я отвечаю человеку, то я уже сажусь, да, мне не надо никуда бежать, я беру телефон, так, сообщение от этого человечка, я с ним уже там могу уделить время и 15, и 20, и полчаса, и на час, да, написать месседж, все объяснить, разъяснить человеку. Ну, понимаете, да? А вот. Потому что я не люблю вот это. А, да, здравствуйте, консультация, столько-то, и все, и до свидос. Ну, понимаете, да? Или там, еще там, если какой-то вопрос человек задал. Поэтому отвечаю всегда, вот, если долго не отвечаю, там, ну, как правило, в течение суток отвечаю, но если там около суток не отвечаю, или чего, значит, просто очень-очень занята. Как только освобождаюсь, обязательно отвечаю. я взаимно к людям и взаимно и внимательно. Вот, все, девчата, всем всего доброго. Пока-пока, до новых встреч, до новых встреч в эфире.